Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о третьей главе послания апостолу Павлу к Ефесину. Третья глава, довольно короткая, где Павел говорит, по крайней мере, начинает говорить о себе и о своем служении. Он говорит о том, что я сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. О чем идет речь? Конечно, он совершенно не имеет в виду, что в дополнение к жертве Христовой еще кто-то должен становиться за кого-то искупительной жертвой. Это невозможно, и в голову апостола Павла такой вздор ни секунду бы не вместился. Но он говорит о том, что он пошел на это служение ради того, чтобы у язычников была возможность узнать о Христе. Он готов, он согласен сидеть в тюрьме и попасть в тюрьму по обвинению от иудействующих христиан ради того, чтобы у язычников была эта возможность поверить. И дальше удивительную совершенно вещь он пишет. Он говорит о домостроительстве благодати Божьей, о том, что ему дано повеление от Бога засвидетельствовать о Христе у язычников. И ему возвещена тайна этой любви Бога, тайна того, что Бог во Христе скочет из всего человечества собрать единое целое, уничтожая вражду между людьми. И вот он говорит «Мое разумение тайны Христовой». Вы можете, читая, усмотреть «Мое разумение тайны Христовой». Дальше он конкретизирует. Он говорит, что тайна в том, чтобы и язычникам быть сонаследниками. Его разумение в том, чтобы и язычники вместе с неязычниками составили одно тело во Христе Иисусе и были сопричастниками обетования. Вот. Об этом, собственно, шла речь, конечно, в предыдущей главе. Но для нас очень важно увидеть, как Павел говорит, «Мое разумение тайны Христовой». Пройдет еще несколько поколений, и мы разучимся говорить так и думать так. Мы разучимся пропускать тайну Христову через собственный опыт и собственное разумение. У нас появятся многотомные компендиумы, где написано, что из себя представляет тайна Христова. Мы можем их выучить все наизусть, а потом удивляться, почему оно оказывается таким мертвящим грузом. Да вот именно потому, что для Павла его опыт отношений с Богом, его разумение – это путь, которым он принимает тайну Христова, старается ее понять, усвоить через собственный опыт, не опасаясь ни секунды какой-то там субъективности или обвинений в том, что он что-то там такое выдумывает, потому что для того, чтобы эта тайна Христова могла стать источником жизни и радости, она должна быть пропущена человеком через его жизненный опыт и через его разумение. И да, конечно, понимаете, наша история, история христианской мысли весь очень и очень скорбная, потому что одно перечисление заблуждений и глупостей, которые люди породили, оно занимает множество томов. Да, эта опасность ересей, глупостей, заблуждения, конечно, существует, и христиане уже много столетий боятся этого как огня. Но в результате вместе с водой мы выбрасываем и ребенка, потому что, опираясь на чужой опыт и чужой авторитет, для нас тайна Христова становится научной информацией, а не экзистенциальным опытом, источником скуки, а не радости и счастья и укрепления в скорби. Это очень-очень важная такая вещь, на которую тоже читает послание, но нужно обратить внимание. И вот дальше апостол говорит о том, что я сделался служителем по дару благодати. Мне, говорит он, наименьшему из всех святых, он всю свою жизнь помнит о том, как он был гонителем церкви, вот поэтому говорит о себе, как о наименьшем из всех святых, «Дана благодать благовествовать богатство Христово». Вот это домостроительство тайны, соединяющие людей друг с другом, соединяющие людей перед Богом. Не в отношениях с законом, а в отношениях с Иисусом Христом. Понимаете, различие добра и зла, и правда от неправды, которые определяет закон, никуда не делось. Никуда не делось. Но для Павла фундаментально важно, что наша собственная жизнь определяется не тем, в какой мере мы соблюдаем или не соблюдаем тот или иной закон, а тем, каковы наши отношения со Христом, и что они для нас самих значат. И вот он говорит о том, что мы имеем дерзновение и доступ к Богу, надежный доступ через веру во Христа. И это тоже ведь удивительная совершенно вещь, потому что часто очень нам кажется, что ну как это мы можем молиться Богу, мы такие там грешные, виноваты, и что совершеннейшая правда. И грешные, и виноваты, и все такое прочее. Но вот во Христе мы имеем доступ к Отцу. Во Христе мы в нем имеем дерзновение, потому что Он умер за каждого человека, потому что Его жертва принесена за каждого из нас. И дальше снова уже не первый раз, начиная с 14 стиха 3 главы, опять Павел, в общем, обращается к Богу с молитвой, с прославлением, а кто-то из его сотрудников, кто стенографирует его речь, сидя, может быть, в той же темнице или у двери темницы, вот он просто записывает то, что говорит Павел. И вот апостол говорит, «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, преклоняю колени мои перед Богом, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Тоже такой способ сказать о том, что Бог, как мы бы выразили сейчас, начало координат. Все в этом мире, все в этой жизни отсчитывается от Бога. И вот с него все начинается, собственно говоря, выражение Павла, от которого именуется всякое Отечество, на небе и на земле означает именно это. И вот он молится, «Да даст вам утвердиться во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Тоже мысль, которая очень многими христианами с разных сторон рассматривается, что это за внутренний человек, что имеется в виду и как с этим работать, так сказать. Потому что обычно под этим внутренним человеком люди понимают свои устремления, мотивации, чувства, переживания, разум и так далее. Во-первых, мне кажется, важно обратить внимание вот на что. Для апостола Павла довольно неудобными оказываются обе привычные ему антропологические модели. Библейская, которая подразделяет человека на плоть и живую душу, то есть на костную материю, на то, что движется. И эллинская, ну, языческая в сущности, рожденная в эллинской философии, которая подразделяет человека, опять же, на плоть, душу и дух. Дух, душу и тело. И представление Павла о том, что такое человек и как он устроен, не вписывается в эту терминологию. Не помещаются в эллинскую модель дух, душу и тело. Скорее, Павел, как образованный иудей, конечно, склонен думать в категориях басар и нефеш, плоть и жизнь, то, что живо, душа живая, вот это движение жизни или дыхание жизни, о котором говорит Библия. И где в Новом Завете почти всегда, когда мы в наших переводах читаем слово «душа», на самом деле надо читать слово «жизнь». И вот как это сформулировать по-гречески? Павел в разных местах пытается найти выражение для его мыслей и, в общем, с трудом находит. И мы видим, как иногда путано, неясно получается. Две тысячи лет почти мы читаем эти письма и часто очень спотыкаемся, недоумеваем. Вот здесь он говорит о внутреннем человеке. Сегодня нам, наверное, правильно было бы переводить это словом «личность». «Личность», то, что составляет человеческое «я» на языке нашей современной антропологии, психологии, нейронаук. Чаще вообще пишут «я» в кавычках, потому что и слово «личность» не всегда бывает достаточно адекватно. Павел говорит о чем-то таком, что внутри человека составляет его ядро, где находятся мотивы поступков, где принимаются решения, где свободная воля, где чувство, где радость, скорбь, благодарность, ответственность. Вот это все то, что у человека внутри. Повторяю, для него это еще один способ попытаться сформулировать то, что не вмещается ни в терминологию «дух душа тела», ни в терминологию «плоть и душа живая». И вот он говорит о том, что именно вот эта наша личность, ядро, ядро, самое главное, то, что делает нас нами, человека человеком, это укрепляется Духом Святым, это удивительное явление, феномен, который способен Духа услышать, наполниться, пропитаться Богом, веруя вселиться Христу в сердца ваши. Тоже еще раз говорит о том же самом апостол. Он, кстати, по-разному тоже будет в разных письмах говорить о том же самом, когда он говорит уже не я живу, но живет вами Христос. Это тоже попытка нащупать слова для обозначения вот этого невместимого в слова явления, когда некоторое сущностное ядро, самое важное, самое главное, в человеке, то, что собственно составляет человеческое я, оказывается принадлежащим Богу, способным наполниться Богом. И действительно Христос может обитать в человеческом сердце. И апостол говорит о том, что вот тогда действительно меняемся мы, меняется наша жизнь, тогда мы можем укорениться и утвердиться в любви, постигнуть что к чему, где право, где лево, что есть широта и долгота и глубина и высота, понять любовь к Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. Это разные вещи, внутренний человек и Христос, внутренний человек и Бог. Но апостол говорит, вы можете этим наполниться. Это тоже ведь потрясающая, обнадеживающая вещь, что мы не осуждены быть вечно от Бога отделенными, мы можем утвердиться в любви и понимать любовь к Христову, вообще видеть, что к чему в этой жизни. И дальше он говорит, наполнится всей полнотой Божьей. То, что ранние отцы церкви любили называть обожением. Вот так выражается Павел. Кстати говоря, здесь он следует экклезиасту, потому что это экклезиаст говорит все труды человека для рта, его сердце же его остается без насыщения. И Павел тоже видит человеческую личность, внутреннюю человека, как пустой сосуд, который может наполниться только Богом и ничем другим на самом деле наполниться не может. И вот снова для него осознание этого, понимание того, что Бог каждого из нас призывает наполниться любовью к Христовой, призывает быть избранным сосудом Божьим, Павла удивительно радует. И поэтому снова он отрывается, так сказать, от фабулы своего письма и говорит о Ему, действующему в нас силой, потому что Он может сделать гораздо больше того, чем мы просим. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во всех поколениях. Вот тоже, как и в предыдущих главах, очень важно попытаться научиться у Павла, осознав какие-то вещи о Боге из собственного нравственного опыта или даже и из книг, поднимать глаза к небу и благодарить Творца.